Участник СВО во время своего отпуска встретился со студентами и школьниками Хабаровска. Молодой военный полгода назад уехал добровольцем сразу после окончания университета. Сейчас он вернулся домой всего на две недели и решил пообщаться не только со своими родными. Как прошел их разговор, увидела съемочная группа телеканала Хабаровск. Человек может быть трижды героем, молодцом спортсменом, просто молодец со всех сторон. Но в случае он иногда может шансов просто не оставить. И это тоже надо понимать. Больше личного восприятия, меньше общих фраз. Так настраивается на беседу с молодежью Апачи. Это позывной бойца, который еще полгода назад лишь размышлял о том, как это – защищать родину. Это не про пив-паф, убил, подстрелил. Большая часть времени – это выживание. Это вот прям, кто любит повыживать на природе, вот вам туда надо. У вас негде жить, нечем топить печь. У вас печи-то нет, в принципе. И вот эта борьба, и люди некоторые ломаются уже на этом этапе. Просто от тяжелых условий. Это первое, о чем рассказал Апачи школьникам и студентам, которые пришли к нему навстречу. В 95-е это когда вы просто выживаете, и в 95-е тогда происходит взрыв, вступление, вступление. Как вам получалось сохранять самообладание в гоноски в такие моменты? Более вам страшно? Каждый взрыв, он чувствуется не то, что ты ушами не чувствуешь, ты его чувствуешь всем телом, как она такая, волна, по-моему, прошла. А когда эти взрывы, ну, и просто ты ничего кроме них не слышишь, ты вот просто весь день можешь слышать исключительно взрывы. Это весьма пугает. То есть ты съеживаешься. Страшно. Сохранить самообладание Апачи помог юмор, как бы это пугающе ни звучало, и поддержка родных и соотечественников. В любое расположение зайти, вот, нашего подразделения, то везде можно будет увидеть, там, на видных местах, рядом с кроватями, прикрепленные, там, письма детей, те же, там, фотографии какие-то. Будь то фотографии семьи или фотографии, там, детей каких-то, что там прислали. Весь свой отпуск две недели военнослужащий посвятил встречам с родственниками, знакомыми и детьми, с которыми раньше работал. Я немного переосмыслил жизнь свою, и мировоззрение моё несколько поменялось. И поэтому со всеми, с кем я давно не виделся, там, учителя, со школы, которые на меня как-то повлияли, там, я пять лет к ним не приходил, а вот теперь как-то захотелось и пришёл. Ну, вот, изменения некоторые в голове произошли, поэтому родственные связи, узы, теперь они как-то сильнее ощущаются, что ли. Отрадно, что наш именно мальчик, тот, кто занимался молодёжью, тот, кто здесь им прививал наши духовно-нравственные ценности, говорил с ними о патриотике, сейчас не словом, а делом доказывает это в зоне специальной военной операции. Поговорить с Апачи приехал и юнормеец Александр из Хабаровской 8-й гимназии. Его отец тоже военнослужащий и тоже на передовой. Спросил, каково это воевать, там, каково быть не дома, на войне быть, сложно ли это вообще, как это принимать мысленно. А папе таких некрасов не задаёшь? Нет. После встречи юнормеец подошёл поблагодарить военнослужащего за откровенный разговор и передать весточку для отца, если они вдруг встретятся там, на передовой. Передайте там привет, удачи, чтобы всё хорошо у него было.